всем привет на канале маленькие мечтатели сегодня я покажу как я сделала своими руками комнатку для куклы low hair goes snow bunny к сожалению когда я делала саму комнату у меня не было возможности снять это на камеру поэтому когда я буду показывать как я делала мебель в эту комнату цвета вещи могут отличаться сейчас я вам расскажу что вам понадобится для того чтобы сделать такую комнату для своей зайки так первое что понадобится это конечно же основа нашей комнаты для нее я брала обычную картонную коробку из магазина ширину комнаты я взяла 20 сантиметров высоту 15 так как наша куколка просто 8 сантиметров для него это вполне достаточно таких деталей вам понадобится две штуки плюс не забываем нашей комнате нужен пол 20 сантиметров на 20 сантиметров затем я взяла вот такую цветную бумагу в моем наборе 20 цветов я старалась выбирать яркие цвета флуоресцентные плюс моем наборе еще содержится бумага металлических оттенков двухсторонний скотч очень полезная вещь также нам понадобится белый картон в качестве цветного картона я использовала обложку старого альбома нам понадобятся стразы также я использовала в работе три вида фоамирана золотой который вы можете видеть на моем столе ярко-розовый для коврика я использовала материал он очень похож на фоамиран если честно он напоминает пушистый коврик также нам понадобится ткань как я уже говорила розовая ткань у меня закончилась поэтому я буду использовать обычную белую ткань чтобы показать как я делала кроватку синтепон я брала синтепон потолще ткань для одеялка также для балдахина я буду использовать вот такую вот ткань она называется фатин и так склеиваем вместе детали нашей комнаты для этого нам понадобится двухсторонний скотч отмеряем ленту соединяем детали вместе вы можете отклеить защитный слой и заклеить его обычной бумагой или можете оставить так может у нас получилось теперь приклеиваем таким же способом пол вот что в итоге должно получиться для того чтобы сделать кровать нужно будет вырезать вот такие детали из картона как сделать я сейчас покажу берете обычный скотч или что-нибудь круглое просто прикладываете скотч картона и вырезается плюс рисуете такой небольшой треугольник это сделано для того чтобы наша кроватка ровненько стала в угол комнаты эти детальки будут основанием для нашей кроватки нужно склеить их вместе после того как мы склеили их вместе по этому же шаблону вырезаем наш матрасик я приклею на супер клей не жду пока все высохнет дальше нам понадобится ткань как я уже говорила розовая ткань у меня закончилась поэтому я буду показывать на белой ткани обводим на ткани шаблон нашей будущей кровати я это уже сделала если вам заметно вторая линия прибавка это ширина нашей кровати и от этой ширины нужно отмерить еще буквально пару сантиметров для того чтобы по этой линии мы могли пройтись иголочкой когда мы пройдемся здесь иголкой мы соберем все это гармошку и затянем на задней стороне кровати я прошлась стежками ниткой по линии которую я показывала потом затянула их у меня получилась гармошка на макете нашей кровати теперь берем блестящий фоамиран и обклеиваем нашу кроватку по корпусу вот так вот такая круглая кроватка с подушечками должна у вас в итоге получиться теперь балдахин берем блестящий фатин отмеряем его сколько нам нужно в зависимости от того насколько пышно вы хотите балдахин для кроватки своей маленькой куколке складываем его пополам и здесь вот так же сшиваем или перевязываем ленточкой чтобы закрепить балдахин вам понадобится скрепка я взяла розовую скрепку и закрепила сзади вот таким вот образом чтобы закрепить края нашего балдахина нам снова понадобится цветной фоамиран для этого отрезаем маленькие кусочки фоамирана примерно вот такие одеваем их на края нашего балдахина и сшиваем или склеиваем вместе после того как вы закрепили фоамиран на кончиках балдахина можно приклеить их суперклеем к стене чтобы они не болтались в процессе игры для того чтобы сделать такой шкаф вам понадобится обычный белый картон и какой-нибудь цветной картон я использовала обложку от старого оливого потому что мне понравился рисунок и так как же делать шкаф на обратной стороне я уже расчертила петали сейчас я вам покажу вот это низ нашего шкафа его можно сделать из обычного белого картуна вот это можно сделать из цветного картуна как это делала я хорош вот этот чертеж я подписала можно использовать на цветном картуне чтобы ваш шкаф выглядел более красочно далее спинка шкаф которую вы приклеите к вашему готовому шкафу чтобы он был прочнее также я нарисовала сразу полочки их тоже стоит делать из цветного картуна я сразу начертила шкаф у туалетного столика полочки к нему его я делала из цветного картуна тот что в итоге у меня получилось это низ нашего шкафа сгибаем одночерченное линии и склеиваем вот таким вот образом чтобы у нас получится прямоугольник здесь я пунктиром чертила вот эти уголочки когда вы вырезаете должны обязательно остаться чтобы вы смогли закрепить верхушку с боковыми стенками мы делаем сгибы под себя то есть вот таким вот образом вывернули шкаф вот что в итоге должно у нас получится вот такой вот склеенный прямоугольничек это будет низ нашего шкафа и вот такой вот наш вывернутый шкаф из цветного картона склеим таким образом вот эти вот хвостики загибаем на обратную сторону сюда чтобы их у нас не было видно изнутри вот что у вас в итоге должно получиться не пугайтесь эту штучку мы сейчас приклеим для этого мы берем наш прямоугольник намазываем его клеем вот здесь и приклеиваем вот таким вот образом теперь наш шкаф немножко топорщится для этого я не показывала что нужно приклеивать вниз спинку вот такой шкафчик должен был получиться спинку я уже заклеила теперь будем делать полочки для того чтобы полочка была более прочной можно склеить ее из двух кусочков картона один сделать светлым один можно оставить белым для того чтобы наши полочки держались нам понадобится вот такой фоамиран как вы здесь можете заметить в оригинальном шкафчике который я делала фоамиран я приклеивала по низу вот сюда это сделано для того чтобы наша полочка не провисала вниз отрезаем такие маленькие кусочки и приклеиваем их внутрь шкафа в зависимости от того какой ширины полку вам нужно можно приклеить свыше тогда полочка будет более узенькая тогда можно будет поставить более мелкие детали или можно чуть-чуть пониже ну что проверим нашу полочку моя полочка немножко провисает потому что я не проклеивала ее с другой стороны еще одним листиком картона и сделаем вот такие ложные шкафчики ну что ж вот такой шкафчик у нас получился ложные полочки я приклеила теперь к ним можно приклеить стразики вот что у меня получилось теперь обклеиваем боковую сторону фоамираном чтобы закрыть наши некрасивые спики посмотрите ребят я плеила его фоамираном какой милый шкафчик у меня получился теперь я бы хотела показать как я делала полочку туалетному столику и так я уже сделала шаблон полочка моя высотой 6 половиной сантиметров ширину два с половиной вот по этим линиям мы сгибаем нашу полочку вот так выглядит наша полочка склеенными и останавливаться на этой полке я не буду она делается точно так же как мы делали полочки в шкафу подушки для кровати я делаю из такого материала если честно я даже не знаю ткань ли это я заказывала тени на алиэкспресс и мне прислали их вот в таком пакетике но мне так понравилось что я решила подушечки из него будут выглядеть очень очень мило я сделала 2 серебряных и одну беленькую подушечку из вот такого плюша туалетный столик я до конца не приклеивала для туалетного столика я использовала вот такую баночку для ватных палочек я просто разрезала ее пополам вверху на него я опять же приклеила цветной фоамиран и обклеила стразами тут опять же ничего сложного нет вырезаете прямоугольник серебряной бумаги приклеиваете его на стену и обклеиваете по контуру фоамираном как вы уже заметили в нашей комнате стоит такой штатив для волшебной книги мы с дочкой решили что наша баня будет волшебницей поэтому сделали ей такой штатив нам опять же понадобится картон отмеряем прямоугольник длиной три с половиной сантиметра шириной два с половиной на этом квадрате и будет лежать наша волшебная книга а это собственно штатив вот к этому месту приклеивается наш квадратик это сама высота штатива а этот прямоугольник подгибается стоит на штатив и так вот что у меня получилось это сам наш прямоугольник на котором будет лежать наша волшебная книга и это штатив сгибаем вот таким вот образом полим опять же на внутреннюю сторону вот такой штативчик у меня получился для того чтобы ваша книга не убегала когда вы будете ложить ее сюда можно отрезать маленький кусочек фоамирана и приклеить его на место как вы можете заметить наверху на обоях у нашей зайки бани имеются такие небольшие бордюрчики их я вырезала опять же с той обложке альбома который я показывала в начале мне просто не показались очень милыми я решила их приклеить сюда для того чтобы сделать рамочку вам понадобится любой вкладыш я взяла вкладыш из hair goals как раз тот который на попалась наша зайка вырезала фотографию нашей зайки взяла золотистый фоамиран и обклеила им по контуру получилось очень мило а теперь самое интересное как я делала этот забавный коврик в этом нет ничего сложного для начала нужно вырезать такую форму лапки и вот такую форму лапки внутри также маленькие кружочки я брала материал похоже на фоамиран если честно я даже не знаю как он называется но по ощущениям это такой махровый фоамиран из него я вырезала лапку а сверху по контуру опять же использовала блестящий фоамиран розовый вырезала внутреннюю лапку и вырезала кружочки вот что в итоге у меня получилось вот такую вот милую комнатку для зайки бани мы с вами сегодня делаем если вам понравилось это видео ставьте лайк подписывайтесь на наш канал и пишите нам комментарии какую комнату вы хотели увидеть еще в наших следующих поделках всем пока